Меня зовут Борис Валерий Федорович. С самого детства я хотел стать полицейским, когда еще учился даже в садике. В подтверждение этого у меня есть документальное видео о том, где я говорю, что хочу быть группой захвата. После окончания школы в 2012 году я поступил в Московский областной филиал Московского университета МВД России имени Владимира Яковлевича Кихти. Я окончил его в 2017 году по направлению правового обеспечения национальности и безопасности. С 2017 года я работаю в следственном отделе МВД России по городскому округу в ИСТР, в должности следователя. Меня зовут Борисова Ксения Витальевна. В должности дознавателя я с 2016 года. С детства, как ни банально, хотела стать полицейским. Закончила, правда, гражданский вуз, но пришла все равно в полицию. С мужем познакомились в школе. Он перевелся в мою школу в седьмом классе. Начали общаться. Она привела на меня впечатление. С этого момента мы начали дружить. Это была прям такая дружба-дружба. По окончанию школы начали встречаться. И все, больше мы не расставались. Ну, в связи с тем, что выпуск по окончанию университета у курсантов, точнее слушателей, проходит на Красной площади. Поэтому я как-то вечером предложил ей поехать погулять. Гуляем по Красной площади. И так вот, проходя место, где стоял на выпуске, вот все, вот она, вот Красная площадь, там кольцо в кармане. Так, вот сейчас, вот сейчас. И только собираюсь как бы начать свою речь. Он говорит, ну пойдем, почему стоим? Это же не вся Красная площадь. И отходим дальше. Идем уже. Ближе к Морзолею. Опять. Я такой, сейчас, сейчас, подожди, стой. Я только собираюсь с мыслями. Он говорит, ну пойдем, там вот внизу интересно. Еще, что мы здесь-то стоим? И дальше опять идем. И все, уже когда начали там бить куранты, я думаю, ну, либо сейчас, либо все уже. Ну, и там встал на колено, сделал предложение. Ну, сначала подумал, что вообще шнурки у меня развязались, поэтому встал на колено. Валера в работе очень строгий. И стараюсь быть похожим, наверное, на него. Он такой серьезный, грамотный. Пока я была в декрете три года, я вышла из декрета, и мне показалось, что просто это суперследователь отдела. Работа, конечно, сказывается на нашей личной жизни в хорошем ключе. Мне кажется, Валера так же, как и в работе, так и дома. Он стал более такой пунктуальный, серьезный, ответственный. Так что он вырос благодаря этой работе. Мы пересекаемся утром, если говорить про дом. Ну, и постараемся, как бы, можем чаще уезжать вместе с работой. То есть в шесть, ну, или хотя бы там задержавшись на час, уехать и вместе поехать домой, там, побыть сыном. Если бы кто-то из нас не работал в этой системе, то второму было бы просто нереально понятие, что, да, ну, есть такой график, есть такая работа. И это, там, не мое желание, чьи или чьи-то приехать, а на это просто такая работа, и на ней, как бы, большую часть времени ты проводишь. Тот факт, что он устроился в полицию, я узнал только, когда, там, на следующий день надо было уже выходить сюда на работу. Она говорила, что я там вот пробую устроиться в организацию, я говорю, куда она, она говорит, ну, там, я говорю, не в полицию, ну, я еще не знаю пока, я просто пробую, ничего там, нет никакой конкретики. А потом, когда она, там, прошла все комиссии, ОВК, там, тесты, все это написала, он говорит, я в полицию устроилась. Я говорю, ну, прикольно, получается, в то время, когда она устроилась, я как раз здесь практику проходила, еще будучи слушателем университета. Да, я до последнего скрывала от Валеры, потому что я хотела, а он всегда говорил, что девушка, жена его будущего, должна сидеть дома, готовить борщи. Печь пироги, поэтому не говорила до последнего ему, и вот так мы встретились в отделе. Каждый начал понимать, что помимо, там, твоих желаний есть еще и такое, ну, обязательство. Обязательство, да. Взрослая жизнь началась, не просто вот гуляли, учились, а понимали, что уже все, все серьезно. Ну, да, и надо совмещать то, что есть. Всегда поддерживали друг друга, если нужно задержаться, значит, нужно задержаться. Такое ланчбоксики всегда готовим друг другу. Там я на сутках, у Валера встанет быстренько, мне надо покушать, не забудь обязательно покушать. Если муж на сутки, тоже обязательно соберу ему, чтобы он покушал, не голодал. Перед сутками обязательно форму гладит. Муж у меня ответственный за брюки, за стрелочки, потому что у них в университете этому учили. Это стабильно всегда, да? Ну, у меня стабильно сутки, получается, пакеты. Ну, бутербродики, да, или пакеты всегда покушай, у тебя обед. Были какие-то недопонимания, но все равно. Очень нехорошо, когда оба сотрудника в полиции, поэтому понимаем друг друга. Я не представляю, там, если, например, я не был в органах, или она, например, не... Сложно было бы понять, да. Где-то было трое суток сказать, что да, я работала и... Нет, работа интересная, есть что обсудить. Если что-то я не понимаю по своей работе, я быстрее к Валерии на четвертый этаж, подскажи, объясни, давай вместе подумаем. Ну, как в любом случае, там, издельские моменты, где-то пересечься, или там, случайно как-то... Да, встречаемся. Своя романтика такая есть. То есть вы прям доказываете, что в полиции любовь и есть? Есть, конечно. У нас вот отношения, они строятся на дружбе, поэтому, мне кажется, мы уже не замечаем, что где работа, где что, да? Ну, то есть, да, 15 лет знаком, 5 из них брать. Мы чувствуем так друг-дружко, что знаем, когда нужно, да, сбежать ото всех, побыть наедине, например, или не трогать друг друга и дать поработать. Ну, есть такая фраза, тот, кто не хочет, ищет отговор, тот, кто хочет, ищет время. Поэтому ты, если ты не успел сделать что-то сегодня, но сейчас, да, ты можешь делать то же самое, только, ну, немножко после. Также и, например, в датах, там, значимые для тебя, когда ты не можешь их отметить, там, или провести, там, с семьей, с любимым человеком, ты просто, ну, немножко на после переносишь, и все. Да, мы понимаем друг друга, уже не обижаемся, если там кто-то что-то забыл, напомним, и все. 8 июля – это не только праздник, да, День Семи, Любви и Верности, для нас это особый день, мы повенчались в этот праздник, поэтому мы его тоже отмечаем, ходим в церковь, для нас это очень важный день. Поздравляю всех вас с Днем памяти святых благоверных князей Петра и Февронии и с пожеланием от Бога милости, молитвами этих святых убытников Божих. Приехали сегодня по линии общественного совета при ОМВД в городском округе Истра, чтобы их тоже поздравить. И с этим праздником он является уже сегодня хороший пример и образец такой христианской семьи. Праздник Петра и Февронии Муромских давно почитался в Православной Церкви как День Покровителей Супругов Христианских Семей. Везде в основе всего в нашей жизни стоит семья. Восвятитель Иоанн Златуз говорит, что только слова матери и отца действуют на сердце, что в полном смысле слова воспитывать ребенок могут только родители. Вот это святоотеческое учение, что только вот тут эти слова доходят до сердца ребенка. Пускай Господь благословит все усилия от всех супругов молитвами святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Я всегда носила эту мысль, как-то не озвучивала Валере, что хотел бы обвенчаться, потому что мои родители венчаны. Я считаю, что это очень значимо. И как-то после свадьбы с Валерой разговорились, и он сам предложил. Аналогичная ситуация. Мои родители тоже венчаны. Когда прошла свадьба, было понятно, что не надо, если мы были не решены, то повенчаться. Еще учитывая, что мы узнали, что ждем Кирилла, мы решили, что нужно повенчаться для того, что там есть свои обычаи, что лучше, чтобы ребенок родился как-то... В венчанной семье, да, или как это сказать, да. От большой любви. Да. Валерия и Ксения, у нас для вас еще один подарок. У нас Олег Сирота является членом общественного совета, и он вам дарит сертификат на дегустацию продукции сыроварни и экскурсию. Так что в любое время определитесь, если ездите, обязательно посетите. Спасибо. О беременности я узнала, на разводе стояла, чувствую, мне стало плохо, меня так шатает из стороны в сторону, я думаю, что такое, что такое. Сходила к врачу, узнала, что беременная, целые сутки отдежурила, мужу не сказала ничего, и потом сделала ему сюрприз в виде открыточки, рассказала, что у нас будет трое. И на работе скрывала, боялась, что не поймут, что ли, но все приняли хорошо, радостную новость, долгожданную. Я думаю, странно, что в апреле открытка. Открытка, да, дня рождения, ни у кого нет. Я сразу начал перебирать этот угол, я думаю, у кого, что я пропустил, какая дата. Ну, открыл и видел, что там результаты, обратился, конечно, было очень-очень, очень-очень сильный раз. Из декрета выйти было морально тяжело, я очень хотела, потому что я соскучилась уже по работе, по коллегам, но морально оторваться от ребенка было сложно. Адаптация в садике, слезы, болезни, тяжело, но ничего, справились, ребенок уже три с половиной года ему, и он достаточно хорошо ходит в садик. Он, конечно, просит, чтобы были дома, но мы стараемся выходные всегда проводить дома, вместе, куда-то уезжаем, в парк, гулять, кататься на велосипедах, еще что-то, как бы пытаемся ему возместить вот эту недельную разлуку. У него есть осознание того, он понимает, если ты убьешь, что я на сутку, я на сутку, он понимает, что у меня там весь день не будет, там, или с ночи не будет, нету. Он знает, там, если при входе, у нас там дежурная часть находится, там дежурная сидит. Он знает, что нужно говорить, здравия желаю, всегда это, да, у него. Где он, где комната находится, где папа сидит, где мама сидит, какие отделы, какие должности, ну, так, потихоньку звучит. Он с пеленок. Он вернулся суток, или на сутку, или по форме был, он просто, я взял на руки, он начал, ну, так, теребить. Звездочки, звездочки, да, он смотрел, и все. Здравствуй, он привел интерес, когда был постарше, он, там, хочу померить, да, померить. Когда начал говорить, он спрашивал, вот это что, мы говорим, шевроны, вот здесь что, погоны, звездочки, и все, он это изучал, изучал, и потом выдал, хочу быть полицейским, как папа.